На следующем тексте я предлагаю вам закрыть глаза. Следующий текст будет очень тихим, очень интимным, очень личным. В моем понимании, для следующего текста глаза не потребуются. Когда запутался, опираться нужно на понятное и делать что-то простое. Так что, снимай с нее белье и как бы прикладывай, где болит, алоэ. Завяжи ее так, чтобы она не знала другой свободы. Когда не видно пути, нужно заниматься природой. Кожа ее, цветы глины или песка, ключицы, шеи, пульсирующая речка ее виска. Углубляться, выворачиваться, все знания геологии, пускать в ход, как будто жажда. А буял у тебя посреди священных вод. И ты ищешь подземные пресные озера на территории Маврикия. Или точнее, вод. Как будто именно без этого глотка ты не сможешь прожить и кричи. Как она сумела так все собой наполнить и окружить. Изучай ее, денно и ночно. Ни на секунду не отпускай и в том, что неисцелим. Не обвиняй. Понимай, что она — это та смертная. Но самое прочное из предлагаемых вверх, и что глядеть дальше смерти, это не обязательно глядеть наверх. Но когда вы голые, в музыке, раскрывающей до костей, и ты пускаешь сигаретный дым через ее ушной тоннель. «Вар is not the way», читаешь на ее пояснице. И как будто идешь на войну, чтобы держать оружие, разучиться. Открываешь, что жизнь — это всего лишь задача, которую нужно решать, чтобы вечно вот так вот одеваться ей утром. Мешать. Мешать. Продолжение следует...